Что я могу вам сказать про лодку Варвар от компании Time Trial? Лодка Варвар 380 так называемая Варвар Гигант. Лодка позиционируется как двухместная. В данный момент в лодке два человека 80 килограмм и 50 и около 40 килограммов вещей, включая воду и свистные припасы. Поскольку данная лодка обладает самоотливом, к сожалению, лодка полная воды и мы сидим в таком маленьком бассейне с мокрым задом. То есть, не надо говорить, что это двухместная лодка, это просто одноместная лодка, скажем так, одноместная плюс для одного человека с багажом. Второе замечание по поводу управляемости лодки. Сейчас, как вы видите, почти штиль, ветра почти нет в балаклаве, но тем не менее лодка плывет куда хочет. Плывет лодка куда хочет, хочет плыть в балаклаву, плывет в балаклаву, хочет на пляж инжир, плывет на пляж инжир, но, к сожалению, совсем не плывет туда, куда нам надо. Значит, отсутствие штевней, отсутствие каких-либо продольных реданов в строении лодки, отсутствие каркаса, это просто надувнушка, надувная лодка. Лодка рассчитана на более низкую посадку, штатные сиденья примерно 7 сантиметров высотой, то есть во время сплава предполагается, что центр тяжести должен быть максимально занижен, все-таки это сплавная лодка, поэтому Тоне пришлось сесть на герму, чтобы как-то расположить вещи более компактно. Сегодня мы сместили почти все вещи в центр лодки и управляемость стала несколько лучше, по крайней мере нас не разворачивает при порыве ветра. Чтобы как-то выйти из ситуации, пока тонечко гребет, я использую второе весло в качестве руля. Так у нас получается сохранять прямолинейность движения. Байдарка Барбар отказывается плыть по прямой, ведь по своей конструкции это просто надувная лодка, без элементов каркаса и штевней. Чтобы заставить ее держать курс и прекратить мучение, я попробую сделать стабилизатор по своей, так сказать, привычной методике из говна и палок. И так, с помощью говна и палок сделан стабилизатор. Поснимай-ка меня на видео. Вот они, эти дыры, через которые набирается вода. Это нужно, чтобы если в пороге вас захлестнула волна, все вытекло наружу. Но нам они не нужны. Четыре с одной стороны и четыре с другой. Мы их заклеим. Пять. Пять? Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Десять заплат. Из Тосиных сапожек. Супили морском растворитель и клей-момент. Тосиные годы пошли на заплату. Вырез-то какой фирменный сделал. Десятый. А ровно-то нельзя было. А ты из одной решил сделать? Из одной, да. Вторая пусть поживет. Сейчас все обезжирим, намажем клей и попробуем избавиться от самоотлива. Добавлю также, что вчера вечером я заклеил отверстие самоотлива, через которое нам набиралась паразитная вода из-за перегруженности байдарки. Значит, если вы планируете использовать лодку в двухместном варианте, вот тут видно, что они у меня заклеены изнутри, то в этом случае самоотлив вас, так сказать, подведет. Оправдала себя спинка, сделанная по следующей системе. Две трекинговые палки вместе смотаны изолентой. Их ремни служат для регулировки натяжения, закреплены к бортам лодки. На палке намотаны все пенки. Получилась отличная, очень удобная спинка. Давай я видео поснимаю, скажи что-нибудь. Мы сейчас находимся у Рога. Такая здесь красота. Прозрачная вода. Прозрачная, вообще прозрачная вода. Вот это вот под водой. Высокая скала. Чудесный пляжик на мысе Ая. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова